Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем второй выпуск влога «Жизнь в театральных креслах». Меня зовут Павел Руднев, я театральный критик, и мы рассказываем про различные премьеры в разных городах. В России. Сегодня речь пойдет о спектакле «Махагония» в мастерской Петра Фоменко и о спектакле «Отец» в Омском театре драмы. Первый сюжет сегодня – это спектакль Федора Малышева в мастерской Петра Фоменко в Москве. спектакль «Махагония», но вовсе не по Бертольту Брехту, а по Илье Кормильцеву, современному поэту, к сожалению, ушедшему из жизни. И когда мастерская Фоменко занимается современностью, ставит современный текст, это, конечно, нужно отмечить особо. Это бывает не единственный вариант, разумеется, но бывает редко. И мне кажется, что это требует какого-то отдельного разговора и поощрения, скажем так. И это важно. Федор Малышев поставил несколько спектаклей в этом театре. И очень амбициозный режиссер, в частности, например, довольно интересный был спектакль «Души» по «Мертвым душам» Гоголя. И, в общем, Федор Малышев наращивает какую-то свою технологию. «Махагония» – это действительно довольно известный сюжет. С мюзикла или пьесы для мюзикла «Рассвет и падение города Махагония» начался творческий роман между композитором Куртом Вайлем и молодым драматургом Бертольтом Брехтом. И для тех, кто знает песню «Алабамы», «Алабама сонг», которую пел, в том числе и Джим Моррисон, это песня, которая написана для этого мюзикла. И что тут важно? Что Илья Кормильцев переписывает этот сюжет, переписывает для своих нужд, но, в общем, оставляет его конструкцию. И спектакль «Мастерской Фоменко», в общем, поддерживает эту главную идею. Есть несколько авантюристов, у которых возникают шальные деньги, они решают построить город мечты, город Махагонию, который будет посвящен богатству, респектабельности, престижу, всем ценностям капиталистического мира, скажем так, где человеку будет дано только удовольствие, и, собственно, главное удовольствие – это право на убийство, разумеется. То есть город грехов, город, который дает человеку то, чего он хочет в бессознательном состоянии, скажем так. И, конечно же, проект этого города оказывается антиутопией, потому что этот город не может жить без убийства. Этот город, точно так же, как и все остальные города, находит жертв, выбирает эту жертву и убивает ее. И в этом спектакле есть крест, на котором, собственно, распинается дровосек, оказавшийся случайной жертвой этой авантюры, на самом деле. И кажется, что есть спектакль, за что похвалить, за что поругать. Мне кажется, что здесь есть одна вот такая проблема, которая довольно часто встречается. Вот режиссер желает бичевать пороки общества. В пресс-релизе мы видим, как Федор Малышев рассказывает о том, что ему не нравится современный мир, что он разочаровался в вере в прогресс, о том, что современный человек на все реагирует лайками и смайликами, а не искренностью. И это очень понятно, очень понятные мысли здесь, собственно, находятся. Но проблема в том, что режиссер желает бичевать какие-то пороки и говорить о проблемах общества. Но вместе с тем эти проблемы показывает весьма и весьма соблазнительно. Потому что мы видим в этой работе, как художник Александр Радашевский рисует очень соблазнительный современный мир. Это такой Манхэттен, это богатый, красивый город с небоскребами, с какими-то хай-тековскими декорациями, с большими экранами, полиэкранами. Это мир, где царит медиа, где царит такая компьютерная виртуальная реальность. Здесь выступают красивые сексапильные артисты, молодые, зажигательные и бесконечно сексуальные. Здесь точно так же выступает проститутка, она же певица, которая красиво двигается, красиво существует и красиво поет песню «Монеточки» из репертуара «Монеточки». И здесь есть проблема, связанная с тем, что если берется сюжет, относящийся к брехфутской эстетике, то совершенно забывается о том, что необходим брехфутский театральный метод, прежде всего. Брехфутский театральный метод заключается в, собственно, в остранении, в том, что артист расщепляется на несколько субстанций. Он одновременно играет роль и оценивает ее личностно. И замечательная есть фраза у Елены Вайгель, жены Бертольта Брехта и его главной актрисы. «Когда я играю «Мамашу Кураж», я бы хотела, чтобы зритель почувствовал, как я ненавижу свою героиню». И это может обеспечиться только тем, что артист существует не в полном перевоплощении. Он до какой-то степени часть роли, до какой-то степени личность, которая оценивает этот мир, собственно говоря. И вот здесь артисты чувствуют себя очень… они демонстрируют свое мастерство, они довольны своим имиджем. Здесь не возникает остранения, чтобы показать, как они ненавидят этот мир, как режиссер ненавидит этот мир. Есть проблема с определением жанра, прежде всего. Это пародия или соблазн, это ирония, сарказм или отсутствие этого сарказма. В зале почему-то мало смеются, а если честно сказать, то вообще не смеются. И возникает опять-таки проблема, что мир, который опять-таки мы желаем бичевать, оказывается очень соблазнительным и очень таким флиртующим со мной, как со зрителем, прежде всего. Илья Кармильцев – это человек, который остро критиковал современную цивилизацию. Это был один из самых яростных и таких справедливо яростных. И человек, который всегда находил мощные и сильные аргументы. Для тех, кто не знает, это вообще большой поэт и большой интеллектуал, который много лет писал тексты для различных свердловских рок-групп, в частности, «Наутилс Пампилиус» и «Орфин Джуз». И тут что важно, что Кармильцеву не нравится не только капитализм, ему не нравится в принципе любая тоталитарная идея, ему в принципе не нравится идея контроля как такового. Он желает разоблачать все способы такого неартистичного, репрессивного, подавляющего механизма откуда бы то ни было. Это человек сопротивляющийся. И в этом смысле спектакль Федора Малышева очень качественно показывает идеи Кармильцева на самом деле. Что случается после того, как убит один из героев Махагонии? Город начинает меняться, и люди, понимая, куда завел их тупик цивилизации, куда завела антиутопия, они начинают выстраивать новый город. Он уже называется Нью Махагония. И в этом смысле в спектакле открывается арьерный занавес, и мы видим большую перспективу, мы видим там вместо Манхэттена, мы видим белый сияющий такой религиозный город, в котором царит Аскеза, потому что новый город оказался полной противоположностью Махагонии. Если в Махагонии все было построено на соблазнах и желаниях, то в новой Махагонии все построено на отказе от желания. Это ригорийский мир, где ценится, прежде всего, способность отказаться от соблазнов, прежде всего. Это религиозный мир, мир Аскезы. И мысль кормильца очень ясная, что все, что не производит человек, все, что не производит человечество, все моментально превращается в тетритарную идею, все моментально превращается в утопию. Сперва пришла одна парадигма, она оказалась неправильной, потом появилась другая парадигма, которая является противоположностью предыдущей, но обе эти парадигмы, обе эти государственные идеи, обе эти политические идеи оказались успешны в деле уничтожения человека. И там, и там, и в первом городе, и во втором, люди убивают друг друга, люди заняты репрессивными подавляющими технологиями, и где невозможно там никакое инакомыслие, и эти оба города одинаково преуспели в деле уничтожения человека. И вот эта какая-то отчаянная интонация, которая повисает в финале спектакля, очень депрессивная, очень мученическая под понимание того, что существование в принципе невыносимо. Невыносимое существование, когда понимаешь, что все, что мы не делаем, мы все время делаем оружие, как сказал когда-то Курт Вонный Гуд. Все, что мы не делаем, мы все время производим оружие по отношению к ближнему своему. И вот эта отчаянная интонация кормильцевого, неверящего в это справедливое мироустройство, она, мне кажется, в спектакле очень ценна и очень хорошо в этом смысле демонстрируется. И здесь все мои претензии к этому спектаклю растаивают, потому что в нем есть самое важное, это смысл и содержание, как мне кажется. Второй сюжет влога «Жизнь в театральных креслах» это спектакль «Отец» Омского театра драмы в постановке Павла Зобнина. Омский театр драмы – это один из самых статусных театров в России. Его часто называют вообще лучшим театром страны за пределами Москвы и Петербурга. И, в общем, это по справедливости так. Это, конечно, коллекционная труппа, это большие традиции, опора на такую очень важную режиссуру, которая там часто сменяется, и артисты могут иметь возможность репетировать и работать с разными театральными системами. Это довольно важно. Этот спектакль, конечно, подтверждает самые лучшие ожидания от этого театра. Павел Зобнин ставит старую пьесу, очень редко идущую в России, к сожалению. Это отец Августа Стринберга, шведского модерниста. И эту пьесу, с одной стороны, Павел ставит очень подробно и не меняя сюжета, не меняя текста. С другой стороны, он, конечно, разоблачает Стринберга. Дело в том, что надо рассказать немножко о сюжете этой пьесы. Это пьеса про то, как женщина в семье такими умелыми психологическими уколами медленно доводит ротмистра, главного героя этой пьесы, до сумасшествия и приюта до умолешенных, на самом деле. Предмет, который доводит ротмистра до сумасшествия, это мучение мужчины по поводу того, его ли ребенок является дочерью, кто зачал моего ребенка. Где тайна этого рождения, прежде всего, женщина может доказать, что мужчина этого не способен сделать. И эта пьеса в мировом репертуаре, в мировом контексте, она воспринимается, конечно, как пьеса мезогинная во многом, пьеса женоненавистническая. Это разговор про то, как женский рот доводит мужчину до коллапса, до сумасшествия. Но эта концепция XIX века глубоко устарела, потому что сегодня пьесу отца, пьесу отец Августа Стринберга, ее невозможно не ставить в контексте современного феминизма. И в Россию феминизм, быть может, в общество еще не пришел, но в театре-то он расцветает пышным цветом и в драматургии. И, конечно же, спектакль Павла Зобнина – это спектакль эпохи феминизма, прежде всего, где подобные разговоры о том, что женский рот – это зло, а мужской рот – это добро, абсолютно смешные, наивные и беспочвенные, прежде всего. И в этом смысле здесь больше всего достается Августу Стринбергу, как изобретателю этой идеи, собственно говоря. Спектакль, прежде всего, покоряет тем, что взаимоотношения между мужчиной и женщиной в этой работе, они паритетны. Здесь нет правых, здесь нет адвокатуры ни мужа, ни жены в этом конфликте. Здесь есть понимание того, что они оба искусственные манипуляторы, они оба очень татаритарно, очень репрессивно относятся к друг другу. Они друг другу равны, если угодно. И вот что тут принципиально важно, что когда… То, каким образом играет роль Лауры, Анна Хадюн – это разговор о том, что это расправа над мужчиной, которую учинила женщина, это расправа не над родмистром конкретно, это расправа над всем мужским родом в конечном итоге. В пьесе «Фрекен-Жюли» того же Августа Стринберга мы видим такой же примерно сюжет, как «Слуга Жан», вступая в интимную связь со своей хозяйкой, что уже нарушило какое-то классовое неравенство. В конце XIX века он тоже мстит в этом акте, он мстит за многие века рабство, многие века неравенства, собственно говоря, и становится равен своей хозяйке, в этом смысле. Это пьеса о возмездии. Так и здесь Анна Хадюн играет тему возмездия, не столько над конкретно собственным мужем, но над всем родом человеческим, и прежде всего всем родом мужским, собственно говоря. Эти взаимоотношения между мужчиной и женщиной в этом спектакле – это взаимоотношения классовой борьбы, классовой войны, в каком-то смысле слова. И Анна Хадюн – это красавица, это очень эффектная, очень умная актриса, очень оснащенная. Она как бы вкручивает свою идею у людей, она настаивает, она пытается как будто бы отверткой высверлить в человеке, слушающем ее, вот эту идею того, что он бросил в меня лампу, горящую масляную лампу, хотя вовсе такого сюжета не было. Она манипулирует, она искусственно управляет людьми, она гениальный манипулятор в этом смысле. Фигура Ротмистра, которого играет звезда этого театра Михаил Окунев, равновелика, равнозначно этой ситуации. И Окунев, он играет человека, понятно, почему Ротмистр сошел с ума. Дело не в том, что он не знает, кто на самом деле отец дочери. Кстати говоря, очень любопытно, что дочку играет актриса, молодая актриса, которая почти портретно очень похожа на Лауру. То есть никакого сомнения нет в том, что дочь, в ней гены матери, они гораздо доминируют, скажем так. Это очень тонкая вещь на самом деле. И Михаил Окунев играет распад личности, потому что он живет как солдат, потому что он прежде всего солдат, но умирает как настоящий ученый. Дело в том, что у Стринберговского героя есть два занятия. Есть минералогия, есть камушки, которые собирает главный герой на досуге, а есть, собственно, воинское дело. И рядом у этого человека, у ротмистра в исполнении Михаила Окунева, есть такая тема, что у человека отняли его любимое дело. Когда он начинает говорить об этих камешках, о своих минералах, он нежен и деликатен. Он влюблен в это дело, и он оскорблен тем, что это военное дело, которым он занимается, отняло у него его любимое занятие, собственно говоря. Такой сюжет, в общем, черного монаха Антона Чехова. И понятно, почему это безумие вырастает, почему оно движется, потому что здесь у человека отняли его самое заветное. А что у ротмистра в повседневности? Это бесконечная военная муштра. В аудиосреде спектакля все время звучат шаги, какие-то шеренги, идут войска, прежде всего. И ротмистр учится военному делу и военному способу существования. Он репрессивен. Он, например, подходит такому эпизодическому герою Нейду и таким лихим движением начальника стукает его по голове, фактически сбивает его с кресла, Нейд падает. Но по реакции Нейда понятно, что это абсолютная норма в казарме. То есть, человека, которого избили только что, унизили его, он встает и отряхивается. Это не является для него оскорблением, потому что это норма жизни в этой военщине, в этом милитаризме. И точно так же ротмистр существует по отношению к своей жене. Он гениальный манипулятор. Он притворяется все время. Он не является самим собой. Эти люди равнозначны друг к другу. Они оба виноваты в сложившейся ситуации, на самом деле. И очень важно, что это пьеса, в которой очень много такого психоаналитического, скажем так. Случайно там есть такая фигура доктора. Его играет Иван Маленьких. Это очень известный артист в России. И он играет такого... Ну, разумеется, Фрейда никакого не было. Но это такое предвосхищение Фрейда. То есть, это разговор о том, что люди достигли психоаналитического состояния конфликта. Они раздавлены этим конфликтом, в каком-то смысле слова. Он такой то Порфирий Петрович, то Фрейд, то какой-то такой, значит, пасторшлаг, в каком-то смысле слова. С таким вгрызанием в материю, вгрызанием в людей. Попытки, опять-таки, ими опять же манипулировать и каким-то образом выстраивать эту человеческую психику. Контролировать эту человеческую психику. И вот очень важно, что в спектакле при всей его серьезности и глубине очень много смеха, очень много ироничного, такого пародийного, веселого. Все время сочиняет Павел Зобнин такую историю, связанную с тем, что она есть в пьесе, но не в таком большом варианте. Все время за стенкой стонет и, так сказать, как-то очень болезненно мяукает мать Лауры. Бабушка уже сошла с ума от этих конфликтов этих двух людей. И она все время дает какой-то иронический комментарий к этой истории. Возникает ощущение, что вот эта вот драматургия, которую тогда называли новая драма конца 19-го, начала 20-го века, это, конечно, предвосхищение абсурда. Потому что именно здесь возникает некоммуникация между людьми. Люди как будто бы находятся в диалоге, но на самом деле они уже этот диалог растеряли. Вот то, что будет в театре абсурда уже в 20-м веке, будет самым важным. Потери человеком коммуникации, коммуникативных способностей. Люди говорят что-то, но абсолютно друг друга не слышат. И в результате спектакль... Да, и самое главное, что весело в этой работе, это современная оценка. Мы понимаем в конечном итоге, ну как мучаются люди, когда у них нет элементарного ДНК-анализа, который есть у каждого из нас. Что было бы с этими героями сегодня в этом смысле. Это становится предметом пародии, скажем так. И, конечно, этот спектакль в результате он разоблачает как Ротмистра, так и Лауру, так и Августа Стринберга. Но говорит об очень важной вещи, что пока двое, значит, муж и жена разговаривают, вот как бы находятся в этой классовой борьбе, в классовой войне, на самом деле эти два нарцисса, от конфликта этих двух нарциссов страдает, безусловно, дочь. И вот это разговор о том, что в конфликте, значит, да, это разговор про нелюбовь, да, что в такой разрушительной войне мужчины и женщины страдает ребенок, прежде всего, он оказывается апатичен и раздражен и, в общем, дезавуирован, да, он оказывается, он уже рожден с неврозом, да, если угодно. Мне кажется, очень важный спектакль, будет возможность обязательно его посмотреть. Спасибо за внимание и доверие, мы будем выходить каждую неделю. Это был Павел Руднев, театральный критик и влог «Жизнь в театральных креслах». Значит, вы сейчас что-то делали, когда начали, не говорили. Вот это был спектакль, при этом очень веселый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова